МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телеродикампания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям, гостям. А в гостях у меня сегодня руководство налоговой инспекции нашего района, не только нашего района, еще и городов Лосинопетровский, Звездного городка и Фрязино. Ну а официально заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 16 по Московской области Ирина Свириденко. Добрый вечер, Ирина Александровна. Добрый вечер. И начальник отдела камеральных проверок номер 3, той же самой межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 16 по Московской области, Наталья Давыдова. Добрый вечер, Наталья Сергеевна. Добрый вечер. Наталья Сергеевна, первый вопрос к вам. Наверное, не все наши зрители знают, что такое камеральные проверки, а вы являетесь начальником такого важного отдела. Если можно, поясните, чтобы всем было ясно. Ну, камеральная проверка – это проверка предоставленных деклараций наших налогоплательщиков, юридических лиц, предпринимателей, а также физических лиц, на предмет достоверности тех сведений, которые они отражают в своих декларациях. Ну а кто не подает декларации? Их не проверяют, да? Нет, кто не представляет декларацию, с ними ведется работа в соответствии с законодательством. Есть определенные рычаги на подобных, неплательщиками, тех, кто не предоставляет декларации. Это приостановление операции по счетам и другие какие-то рычаги. Ну вот мы сегодня встречаемся первый раз в новом году. Такое знаменательное событие. Очень много, наверное, произошло изменений с 1 января 2018 года, в том числе и в налоговом законодательстве. Мы чуть позже поговорим об этом. Естественно, очень важный вопрос, конечно, касается практически, наверное, всех наших зрителей. Но вначале такой общий вопрос к вам, Ирина Александровна. Какие задачи вообще стоят перед вашей налоговой инспекцией номер 16? Ну и применительно к нашему району и тем населенным пунктам, ну пунктам, о которых я уже сказал. Вы знаете, основная задача, которую мы ставим перед своими работниками, это в первую очередь качественное обслуживание населения. Это прием декларации, бесплатное информирование, государственная регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Ну, а также предоставление сведений за ИГРЮЛ и ГРИП. Ну, конечно, нельзя забывать и о контрольной функции налогового органа. Своевременность предоставления декларации, контроль за нарушением действующего законодательства, как сказала Наталья Сергеевна, достоверность исчислений и своевременность уплатов налогов. Ну, а также валютный контроль. Ну, я вот уже два раза побывал в новом году у вас в налоговой инспекции. Просто, не знаю, аншлаг в фойе очень много народу. Это вот что такие прям все добросовестные налогоплательщики или что-то просто кто не успел еще, допустим, заплатить налоги за прошлый год. В данный момент, вот сейчас уже в новом году, с какими вопросами чаще всего вращаются? Ну, в данный момент сейчас идет срок предоставления декларации по ИНВД. Нельзя забывать, что 20-е число срок предоставления отчетности. Также среднесписочная численность населения, ну и те, кто физические лица, у которых остались вопросы по начислениям и уплате. Ну, вот Новый год наступил, я думаю, что итоги за прошлый год уже подведены, по крайней мере, предварительны. Как-то изменились налоговые поступления в прошлом году по сравнению с предыдущим, то есть 2016? Ну, вы знаете, радует то, что идет динамика к увеличению поступлений в бюджет. Причем по имущественным налогам это 172% по сравнению с прошлым годом. По НДФЛ 129% по сравнению с поступлением прошлого года. Это 108% по земельному налогу. То есть, если в цифрах, не помните, Наталья Сергеевна, сколько у нас? То есть, у нас общее поступление 19 миллиардов, то есть во все бюджеты. Это у нас увеличение по сравнению с прошлым годом идет на почти полтора миллиарда. Ну, вот вообще самый такой налог, который не хотят платить, это имущественный, насколько я помню? Нет, 172%. Нет, вот я говорю, вообще раньше была тенденция, почему я сейчас удивляюсь, что вы сказали, 172%. 172% по сравнению с прошлым годом. Потому что раньше, я говорю, вроде был, наоборот, самый такой труднособираемый налог вроде был. Вы знаете, я бы не сказала, что он труднособираемый, потому что имущественные налоги у нас их три. То есть, транспортный налог, налог на имущество и земельный налог. Как правило, у нас недобросновительные налогоплательщики, это, в общем, те, кто владеет транспортом, в основном транспортный налог. Но в этом году у нас тоже очень хорошая динамика, у нас 127%, потому что была проведена огромная работа нами совместно с администрацией, совместно с приставами. Поэтому это нам позволило, в общем, в этом году собрать больше денег. Больше, чем, естественно, в прошлом году уже. С сравнением с прошлым годом поступлениями. Ну, а как вот наша инспекция 16-я выглядит на фоне других подобных учреждений в области успехи? Вы знаете... Высокие. Ну, вот 172% меня поразило, потому что, я помню, в прошлом году было, по-моему, что-то так тоже высокое, но не сильно, там, порядка 120 где-то в каком-то росли. А 172% это уже почти в два раза, будем так говорить. Ну, в принципе, мы всегда на хорошем счету, наша инспекция, в рейтинге по Московской области мы в десятке лучших. Если возьмем за первый квартал, то мы заняли второе место, второй квартал на четвертом месте, но вот, к сожалению, третий квартал у нас был немного хуже, восьмое место. Но четвертый квартал еще показатели, рано говорить, потому что это собирательный образ, он зависит не только от поступления в бюджет, но и другие показатели учитываются. Ну, надеюсь, что ниже десятки у нас... Не провалимся, конечно. Да, да, и четвертый квартал. Ну, если учесть вот эти показатели, как вы сказали, за первую половину года, да, то будем надеяться, что эти показатели сыграют уроки. Ну, давайте теперь вернемся вот к нововведениям, которые, наверное, все уже уши навострили, наши зрители, да, что ждет их, какие изменения с первого января наступившего года, 2018-го, наверное, у всех уже на слуху, какие-то там послабления. Основные нововведения, амнистии и прочее, прочее, если можно, давайте тогда по порядку, что самое главное, что как это будет реализовываться на практике. Основные нововведения у нас касаются физических лиц. В декабре было принято несколько законов, как федеральных, так и регионального уровня. Основное, что мы считаем, это списание задолженности физических лиц на 1 января 2015 года, а также предпринимателей. Также у нас сейчас будет с 1 января 2017 года, то есть в этом году в период массового расчета по земельному налогу предоставлен вычет налогоплательщикам, физическим лицам по 6 соткам. То есть если у налогоплательщика земельный участок не превышает 6 соток, то в таком случае он не будет вообще платить земельный налог. То есть это не касается льготных категорий? Нет, это касается льготных категорий, конечно, безусловно, это пенсионеры, это те категории граждан, у которых уже был вычет в размере 10 тысяч налогооблагаемой базы. Это инвалиды 1-й и 2-й группы, герои Советского Союза, России, также чернобыльцы, ну и другие льготные категории. Ну а пенсионеры все попадают, да? Пенсионеры попадают все. Единственное, что на сегодняшний день по данным нам разъяснениям ФНС, те, кто уже подавал заявление на льготу по имуществу или по тому же земельному налогу, но по другим законодательным актам местного характера, им предоставлен будет вычет уже без необходимости прийти и написать заявление на льготу. Те, кто заявление не подавал, соответственно, льготы носят заявительный характер, поэтому, безусловно, им нужно будет обратиться в инспекцию, написать заявление, предоставить документы. Ну а вот давайте сейчас эту тему тогда немножко разовьем, да? Если дело касается не тех, кто раньше уже пользовался этими льготами, ну допустим, вот конкретный, возьмем пример, пенсионеры, да? Да, вот вновь, так скажем, ставший пенсионером, ну исполнилось мне 60 лет, допустим, да? Есть у меня участок 12 соток, не 6, да? Вот каков порядок мне оформить льготу на вот эти 6 соток, о которых вы говорите, да? Это же возможно сделать, правильно? Конечно. Вы обращаетесь в налоговую инспекцию, подаете заявление установленной формы, и такой вычет будет предоставлен. Но опять же только вот на половину участка, так скажем, да? Да, 6 соток. Остальные 6 соток, они будут льготироваться по тому законодательству, которое устанавливается местными органами власти. То есть если муниципальное какое-то образование предоставляло уже льготу пенсионерам, как правило, это 30% есть, где-то 50%, то с учетом уже 6 соток на оставшиеся 6 соток налогооблагаемой базы будет предоставляться уже льгота местного характера. Ну давайте от других полезных и приятных, вернее, для жителей нововведениях, ну вот в частности списания долгов, да, как вы сказали, до 1 января 2015 года. Кого это коснется и, соответственно, каких видов налога? Ну коснется это однозначно, это имущественные налоги, транспорт, землян и имущество. Касаться это будет тех категорий граждан, кто налог не уплатил на 1 января 2015 года и на сегодняшний день эта задолженность за ним сохраняется. То есть у этих людей будет списан долг, оставшийся на сегодняшний день, но по состоянию, в том размере, когда на сегодняшний день только та часть, которая была на 1 января 2015 года. Ну а с какого периода? Я имею в виду до 1 января 2015 года? Да, до 1, все, что образовалось до 1 января 2015 года. С 1900 какого-то года, неважно, да? Да, да. То есть полностью это погашается? Да, та сумма, которая отражена на 1 января 2015 года. Ранее, правда, тоже было какое-то списание? Ну а еще какие нововведения, которые касаются, скажем, не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей или физических лиц? У индивидуальных предпринимателей также по тому же закону будет производиться списание страховых взносов. У индивидуальных предпринимателей, а также тех, кто этот статус уже утратил, но задолженность у них сохранилась. Также будет проведена работа по списанию. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня руководство налоговой инспекции нашего района. Официально это межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 16 по Московской области. Это зам начальника инспекции Ирина Свериденко и начальник отдела камеральных проверок номер 3 Наталья Давыдова. Звоните, напоминаю, телефоны. Очень важная тема, естественно, налоги, которые мы все должны платить, чтобы потом спать спокойно, как говорится. 496, код города, 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте вопросы. Ну а мы продолжаем наш разговор. Вернемся к недобросовестным налогоплательщикам. Есть какая-то цифра, сколько всего неуплачено налогов за прошлый год, какова недоимка. Ну, скажем так, и физических, и юридических лиц. По юридическим лицам задолженность у нас составляет порядка 600 миллионов. Физические лица, к сожалению, у нас здесь сумма больше, это 900 миллионов. Но это опять задолженность не только прошлого года, то есть начисление 16-го, но и вот те долги, которые образовались в более ранний период. Но в любом случае это меряется с 15-го года, да, я так понимаю? Эти долги списываться не будут, согласно новому закону? Частично будет списываться. Вот и с той суммой, и с той массой, о которой я говорила, 900 миллионов, будет произведено списание частично. То есть это за общий, так скажем, период вообще, сколько потопилось за долгие-долгие годы? Да. Ну а какие меры принимаются вот к тем, кто не платит, так скажем, долго и упорно? В соответствии с налоговым законодательством у нас производится взыскание, то есть изначально выставляется требование об уплате налога. В случае, если налогоплательщик не погашает задолженность, отраженную в требовании, то вступает уже в работу 48-я статья. Выносится решение, взыскание за счет имущества физического лица, получается судебный приказ у мирового судьи, и, соответственно, дальше все передается в службу судебных приставов, которые работают уже налогоплательщиками, кто не хочет платить налоги. Ну, помимо списания с карточек, со счетов плательщиков, также есть ограничения на выезд за границу. Также в этом году у нас проводилось несколько рейдов совместно с приставами и с представителями милиции по изъятию и реализации имущества таких плательщиков. Часто встречаются такие случаи. Я имею в виду арест имущества и изъятие. Вы знаете, как правило, когда доходит дело уже до отъема у граждан, либо автомобиля, либо какого-то ценного имущества, находящегося в квартире, люди находят деньги. Занимают или берут кредит. Ну, понятно. Ну, а вот самое частое, по крайней мере, на слуху у всех, ограничение выезда за границу. Причем очень часто человек с этим сталкивается непосредственно уже в аэропорту, проходя пограничный контроль. Одно время было так, что можно было прямо в аэропорту заплатить. Вот сейчас такая практика существует? Да, существует безусловно. Задолженность онлайн видна, и поэтому, если у человека есть ограничение известной суммы задолженности, пожалуйста, он там может заплатить. Ну, а вообще, я понимаю, может быть, мы не в ту компетенцию сейчас ворвемся, я имею в виду, работу судебных приставов, но вот списание с карточки, например, автоматически, это не является, как будто с вашей точки зрения, неким посягательством на личный, как говорится, капитал. Нет, почему? Я, честно скажу, я один раз с таким столкнулся, с такой, у меня, правда, была незадолженность по налогам, а всего лишь неуплата штрафа, причем штраф такого, который даже эквитанция не пришла, он какие-то стандартные, естественно, 500 рублей, и вначале у меня была эта карточка сблокирована, а потом уже с другой карточки списали. Было объяснено, что да, это вот работа судебных приставов, потом все это восстановилось. А вот, ну, я понимаю, 500 рублей, штраф, понятно, за что, наверное, скорее всего, за превышение скорости, причем, я говорю, никаких квитанций не было, писем счастья, как это говорится, но тем не менее, поскольку, я говорю, хупа, карточка не работает, пошел в банк, а, говорят, у вас это судебный пристав. И потом уже после списания, уже какое-то несколько месяцев прошло, естественно, карточка это снова заработала. Ну, а вот задолженность по налогам, наверняка, она же каких-то, в общем, больших сумм достигает, да? Достигает, возможно, будет частичное списание, если на карточке недостаточно денежных средств, возможно, списание и в порядке двух-трех раз. Как правило, когда происходит первое списание, налогоплательщик уже появляется на инспекции. То есть он узнает, откуда, 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 откуда многие растут, так скажем, да, я имею в виду ликвидация. Скажите, пожалуйста, а у вас незаконность писали, фактически, оказалось, был штраф или не было? Ну, честно говоря, я и не стал выяснять. Потому что... Ну, наверное, потому что, ну, не такая сумма, ну, где-то, я говорю, знаю, потому что, ну, когда вот приходит, да, письмо, счастье, как мы называем, с квитанцией, и, понятное дело, ну, я иду, плачу, потому что деньги. Но когда вот так вот вдруг какая-то задолженность... Нет, ну, я сам сперва залезал где-то, ну, знаете, сейчас же можно, да, через интернет, там, неоплаченные штрафы, ГИБДД. И действительно было такое, ну, причем буквально, там, не знаю, несколько лет, ну, может быть, ну, несколько, но года три точно было такого, что якобы когда-то где-то, когда я уже не помню, естественно, был бы у меня документ, но можно было бы вспомнить. В любом случае, налоговый орган по данному факту ничего не нарушает, он передает все в рамках действующим законодательствам, вынесенные приказы, судебным приставам. А судебные приставы я тоже сомневаюсь, что нарушают действующие законодательства. Поэтому дома все проходил закон и проходит. Ну, давайте вернемся к работе нашей инспекции, вашей инспекции, ну, в общем, нашей, конечно, да, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. У вас на сайте такая информация появилась буквально в самом конце прошлого года о том, что были организованы, или был организован такой некий мобильный офис налоговой инспекции в одном из торговых центров нашего района. Вот не могли бы сказать, чем он занимался, этот мобильный офис, и для чего вообще он нужен? Ну, как я говорила, что мы стараемся сейчас свою работу клиента ориентировать, то есть в том числе и создание мобильных офисов. Мобильный офис – это прежде всего создание рабочего места не на территории налогового органа, а в местах, где удобно налогоплательщикам. Это торговый центр. И такая у нас акция проходила в декабре месяца дважды. Было создано рабочее место у нас в торговом центре «Ладья» и в торговом центре «Глобус». Было за время акции принято 719 налогоплательщиков, 309 из них открыты личные кабинеты. У 230 были приняты обращения, ну и в том числе выдавались квитанции на уплату налога налогоплательщика непосредственно на местах. Ну и давались разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Проводилось бесплатно информирование налогоплательщиков. Но заплатить там налоги, конечно, нельзя. Вот я говорю, заплатить нет, но квитанции налогоплательщик, которые не владеют, допустим, ситуацией, и как раз на момент проведения акции мы распечатывали, предоставляли им такую информацию, убедившись, конечно, что мы даем информацию именно тому налогоплательщику, который и просит распечатать. То есть паспорт, конечно, мы проверяли. Ну, я хочу сказать, что наша телерадиокомпания тоже посильную помощь оказывает вам в вашей работе, имею в виду, что привлечению внимания налогоплательщиков. И как раз вот перед Новым годом, в конце Нового года мы тоже показали репортаж, связанный, естественно, с вашей работой о том, что нужно делать, чтобы вовремя заплатить налоги. И я обращаюсь к нашим зрителям. Репортаж вышел в эфир буквально перед Новым годом. Он такой имеет праздничное настроение. Поэтому давайте посмотрим, как было, а потом поговорим о том, что еще, чем еще занимается ваша инспекция. Давайте посмотрим. Вообще, единый срок уплаты налогов – 1 декабря. Дальше начисление пении в крайнем случае суд. Однако время расправиться с долгами еще есть. Как быть, если вы до сих пор не получили уведомления? Вы можете это сделать любым доступным для вас способом. То есть посетить налоговый офис лично. Вам для этого нужно предъявить документы, удостоверяющие вашу личность. Или по почте, или посредством официального сайта ФНС России налог.ру. На нашем сайте функционирует более 40 онлайн-сервисов. Наиболее востребованные – это личный кабинет налогоплательщика. Узнай свою задолженность. Налоговый калькулятор. Эти сервисы предоставляют вам возможность распечатать и оплатить налоги онлайн. Онлайн-оплата экономит драгоценное время. Явиться в налоговую нужно лишь раз – для получения логина и пароля для входа в личный кабинет. При этом вам понадобится ваш паспорт. Кстати, в этом году рассылкой налоговой корреспонденции занимается федеральное учреждение «Налогсервис» ФНС России. Так что смело идите в налоговую по месту жительства, даже если отправитель письма – город Санкт-Петербург или Волгоград. Накануне Нового года есть важная информация и для владельцев предприятий среднего и малого бизнеса. Речь идет о применении контрольно-кассовой техники. Законодательство предусматривает поэтапный переход на применение кассовых аппаратов для тех, кто использует бланки строгой отчетности. Первый этап, безусловно, будет проходить 1 июля 2018 года, где будут обязаны поставить организации ИИП, находящиеся на едином мировом дологе, и также патентам, которые имеют в штате у себя работников. 1 июля 2019 года уже должны применять контроль кассы, которые самозаняты. То есть работают одни, непосредственно на кассе. Это, как правило, индивидуальные предприниматели. Кстати, специально для тех, кто пока работу касс не освоил, налоговая инспекция проводит открытые занятия каждый понедельник и среду. А познакомиться с этой работой стоит, ведь минимальный штраф за нарушение или неприменение контрольно-кассовой техники теперь составляет 10 тысяч рублей для физических лиц и 30 для юридических. Вот нам сразу несколько тем обозначили в видеосюжете. Я думаю, тогда мы пойдем по порядку. Первое, о чем говорилось, что у нас единый последний день уплаты налогов 1 декабря текущего года. Можно было что-то успеть сделать еще и до Нового года. А вот сейчас, по прошествии первой половины нового месяца, мы еще можно заплатить или уже какие-то последуют санкции? Заплатить, безусловно, можно. И нужно. Да, и нужно. Единственное, что помимо налога теперь уже надо будет заплатить также пень за несвоевременную плату налога. Ну, за исключением, кому были перерасчеты после 1 декабря, то у них срок немножко перенесен, и это отражено в требовании. Ой, не в требовании, а в уведомлении, извините, пожалуйста, но уплата налога. Там срок у них уточнен. Ну, а вот практический пример, допустим, не пришла платежка по тому же транспортному налогу, да, вот Наталья Сергеевна сказала, что самые злостные неплательщики – это владельцы автомобилей, но, может быть, как раз не потому, что они такие вот недисциплинированные, а просто много их очень. И, соответственно, ну, действительно, я знаю, вот у меня, правда, приходят регулярно, а вот у моих соседей, знакомых, у некоторых не пришли платежки, причем именно вот в прошлом году, да, в позапрошлом нормально. Что делать в таком случае? Идти в инспекцию, вот говорим, да, очень много народу. Чуть позже, если платить, уже штраф пойдет. Скажите, пожалуйста, а у них открыт личный кабинет? Ну, вот я не знаю, надо, конечно, спрашивать конкретно. Да, да, потому что в данном случае надо, конечно, разговаривать предметно. Если у налогоплательщика открыт личный кабинет, то ему уведомление поступает непосредственно в данный информационный ресурс, откуда они и могут и распечатать, и там же будет и задолженность, и переплата. То есть вся информация будет непосредственно отражена в личном кабинете налогоплательщика. Понимаете, все зависит от этого. Ну, давайте тогда поговорим более подробно об этом. Сервисе, так скажем, услуг, да, налоговой инспекции. В видеосюжете об этом шла речь. Что это такое? Насколько это полезно? И надо ли им пользоваться вообще? Обязательно надо. Я и сама пользуюсь личным кабинетом. Я не являюсь жителем Щелковского района, поэтому у меня возможности посещать другую инспекцию практически не бывает, и я всегда пользуюсь личным кабинетом. В личном кабинете есть возможность посмотреть все свои объекты по имуществу, транспортные средства. Там есть возможность посмотреть переплату и задолженность перед бюджетом. Там поступает уведомление по всем платежам. Требования также поступают. Возможно подать декларацию по форме 3НДФ, получив также бесплатную электронную цифровую подпись. Не посещая инспекцию, можно задать все интересующие вопросы и получить также через личный кабинет компетентные ответы должностных лиц налогового органа. Я очень бы рекомендовала всем, в том числе есть возможность, не ходя не только в инспекцию, но и в учреждение банковское, оплатить налоги через банков, партнеров Федеральной налоговой службы в электронном виде. То есть 21 век и век технологий. Я очень бы рекомендовала всем работать в личном кабинете и открывать его для работы с налоговым органом. Ну и для своего удобства. Для своего удобства. Спасибо, Ирина Александровна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» руководство налоговой инспекции нашего района и близлежащих населенных пунктов. Это заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 16 Ирина Свериденко и начальник отдела камеральных проверок номер 3, той же самой, налоговой инспекции номер 16 Наталья Давыдова. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь, все очень интересно будет. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны прямого эфира нашей студии. Звоните обязательно. 496, код города 567-1440, 567-1450. Вопросы моим сегодняшним гостям. Гостям – это заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 16 Ирина Свериденко. Еще раз добрый вечер, Ирина Александровна. Добрый вечер. Начальник отдела камеральных проверок номер 3, той же самой межрайонной инспекции номер 16 Московской области Наталья Давыдова. Еще раз добрый вечер, Наталья Сергеевна. Добрый вечер. Вот как раз мне режиссер подсказывает, что есть уже звонок. Наконец-то, видимо, какой-то очень важный вопрос. Слушаем вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Шоннова Тамара Васильевна. Я житель города Лосино-Петровский. Вопрос у меня следующего характера. Наша семья имеет небольшой участок в городе Лосино-Петровский, земельный. И мы слышали о том, что с этого года, возможно, будет льгота на 6 соток. Вот хотелось бы поподробнее узнать об этом, что необходимо сделать нам для того, чтобы получить эту льготу. Действительно ли это так? Ну и пользуясь случаем, мы часто бываем и в Лосино-Петровской налоговой инспекции, и в Щелковской. Хотим поблагодарить сотрудников инспекции за чувство и внимательное отношение к нам, простым налогоплательщикам. Спасибо. Ну, кто готов. Наталья Сергеевна, вы в начале программы немного затронули эту тему. Да, мы затронули эту тему. По 6 соткам. Она действительно очень важная на сегодняшний день именно для пенсионеров. Разговор о налоговом вычете по земельному налогу ведется уже порядка двух лет. Наконец-то решение принято. Закон вступил в силу. 1 января 2017 года льготные категории граждан, установленные налоговым законодательством, кто получал налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, а также пенсионеры, теперь будут получать налоговый вычет на земельные участки в размере 6 соток. То есть для того, чтобы получить данный налоговый вычет налогоплательщику, если, повторяю, он на сегодняшний день уже не является нашим льготником, то есть если он не подавал заявление, необходимо обратиться в инспекцию, предоставить документы, написать заявление установленной формы. И при массовом расчете, соответственно, этот налоговый вычет будет установлен. Еще бы я хотела обратить внимание и попросить налогоплательщиков, в случае, если у них действительно есть право на такую льготу, все-таки обращаться в инспекцию до того, как пройдет массовый расчет и будут сформированы налоговые уведомления. Потому что, как правило, многие наши налогоплательщики ждут до последнего, получают уведомления и потом все идут уже в налоговую инспекцию, соответственно, создают и очередь, и себе тоже такие же неудобства. Можно уже обращаться сегодня, завтра. Но обращаться, это я вот так, в продолжение темы уже такой вопрос, обращаться к вам можно только по месту жительства, то есть по месту регистрации. Нет, почему? Почему? Можно в любой инспекции обратиться за подобные льготы. То есть, если человек проживает в Москве, но участок у него находится на территории нашего района, он вполне может подойти в свою инспекцию в Москве, написать там заявление. Это заявление будет передано нам самой инспекции. То есть налогоплательщика уже сейчас нет налоговой прописки, которая у него была до 2016 года, с необходимостью приезжать именно в ту инспекцию, где у него находятся объекты. Ну и, соответственно, так это связано не только с участком, но и, скажем, с местом работы. Живу я в соседнем районе, работаю, соответственно, в другом, могу прийти в инспекцию. Вы можете пройти и написать заявление в ту инспекцию, которая находится к вам ближе территориально. Ну, давайте продолжим наш разговор по тому видеосюжету. Действительно, очень много информации, хотелось бы получить комментарий. Эллинсон, вот мы уже поговорили, да, вы, так скажем, разрекламировали личный кабинет. Я тоже загорелся уже, думаю, надо попробовать это сделать. Тем более, сами сказали, вы сами пользуетесь. Если можно, вот подробно, как, вот, как говорится, с чего начать для того, чтобы завести этот личный кабинет? Ну, вот, личный кабинет, конечно, это обращение в налоговый орган с удостоверением личности, паспортом. Так же, как и в рассматриванном ранее случае, можно обратиться в любой налоговый орган, не обязательно по месту жительства, возможно, по месту работы, для открытия данного информационного ресурса. Если у вас есть паспорт, пишите там заявление, и вам сразу дают пароль, который надо будет, правда, в течение месяца сменить. И каждый месяц сменять? Нет, нет. Ну, вот, единственное, первоначально вам дается пароль, дальше вы его меняете, и эти сведения, они конфиденциальны, будете владеть и пользоваться ими только вы лично. Ну, присылать, как я ранее говорила, обращение в налоговый орган, и также получать ответы на письма, без визитов в налоговый орган. Ну, а все-таки, поскольку это такая электронная система, достаточно глобальная, каких-то сбоев не может произойти, например. Я уже заплатил, но ко мне приходит уведомление, что еще не заплатил. А вот как раз, если вы проводите через личный кабинет, вот на своем личном опыте, я говорю, потому что я не хожу в банки, я все делаю через, в электронном виде, через личный кабинет, платежи уже отражаются на следующий день в личном кабинете, что данные денежные средства уже поступили в бюджет и отражаются у меня в личном кабинете. То есть намного быстрее, чем если без квитанции пошел в банк. Да, вот как таково в 10-дневного срока ждать не приходится. Личный пример, он подтверждает данный факт. Хорошо, ну а вот еще одна информация, которая прозвучала в репортаже, что платить надо всегда, особенно касается транспортного налога. Неважно, откуда пришла платежка из Санкт-Петербурга или Волгограда. Вот с чем это связано? Я почему-то тоже говорю, вот тоже личный пример. Все прошлые годы мне приходило из Матищина, думаю, ладно, соседи, и платила. А вдруг в этом году приходят из Санкт-Петербурга? Хотя адрес и марка автомобиля совпадают. Естественно, я заплатил, просто интересно, с чем это связано. Ну просто у нас массовая печать и рассылка уведомлений по Московской области осуществляет ФКО «Налогсервис», который расположен в городе Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге и в городе Волгоград. Поэтому и рассылка получается с тех городов. И так по всей стране, да? Так по всей стране, да. Ну и, наконец, закроем уже тогда тему той информации предновогодней, что прозвучало в видеосюжете по поводу дальнейшего внедрения кассовых аппаратов для работников торговли и услуг. Прозвучали там некоторые этапы, да? У нас началось все это 1 июля 2017 года, то есть в прошлом году. Следующий этап 1 июля 2018 и дальше еще через полтора года. Если можно более подробно, насколько успешно идет эта компания по внедрению кассовых аппаратов, опять же, вот эти этапы более подробно, для кого это коснется, собственно, кто должен устанавливать кассовые аппараты? Первый этап закончился 1 июля 2017 года. По нашей инспекции 130% перешло на новые онлайн-кассы, то есть проблем по переходу фактически не было. Сейчас второй этап, который будет до 1 июля 2018 года, как говорил коллега Волков Василий Васильевич, это для индивидуальных предпринимателей, которые имеют наемных работников. Вот им надо будет установить кассовые аппараты до 1 июля 2018 года. Ну а оставшаяся категория, которая переходит на... Извините, пожалуйста. Переходит на кассу, так скажем. Да, должны перейти на кассу нового образца на 1 июля 2019 года. Это те, которые оставшиеся, ЕНВД и патентчики, которые не имеют преднаемных работников, а которые непосредственно сами осуществляют предпринимательскую деятельность. Но я вам хочу сказать, что сейчас у нас внесены изменения в налоговое законодательство и затраты на кассовую технику данная категория налогоплательщиков сможет возместить, поставить на затраты. Ну, конечно, это будет при определенных условиях, если я должна, имея наемных работников, я должна перейти на работу с кассой до 1 июля 2018 года и, соответственно, выполню требования действующего законодательства. В данном случае у меня кассовая техника будет отнесена на затраты. То есть налог будет уменьшен на сумму 18 тысяч рублей. Это именно столько стоит кассовая парка? Ну да, в среднем. Ну вот конкретно получится, я просто опять же, раз уж мы так все на личные примеры переходим, мне тоже приходится сталкиваться регулярно, так скажем, со сферой услуг в нашем районе, естественно, адреса говорить не буду, где нет кассовых аппаратов, но это в первом случае, я уж не знаю, там ИП или ООО, но с наемными работниками явно, это конкретно парикмахерская, где, естественно, никаких кассовых аппаратов нет. И второе, это уже совсем индивидуал, явно совершенно, такой мелкий металлоремонт, где сидит человек, понятно, мастер в маленьком помещении, ну и делает практически все, да, от ключей, ремонт молнии и так далее, и так далее. Понятно, что тоже у него никакого кассового аппарата нет, да, то есть вот они все теперь должны будут иметь кассы? Ну это сфера обслуживания. У них возможно сейчас и предоставление бланков строгоотчетности, то есть не обязательно в настоящее время им использование кассовой техники. То есть даже вот в связи по этим этапам, которые мы наметили, да, 1 июля 2018 года и дальше 2019 год? Вот сейчас, к сожалению, я не готова конкретно по ним дать ответ. Ну давайте продолжим теперь уже. Новый год наступил, вроде итоги мы все подвели, и то, что нас ждет по, скажем, перед Новым годом стало известно. Но теперь, наверное, один из самых важных вопросов – это подача декларации о доходах, которая у нас всегда идет весной. Когда вообще начинается эта декларационная кампания и кого она коснется? Декларационная кампания, она касается всех, кто продал свое имущество, кто транспортное средство продал в 2017 году, получил какой-нибудь выигрыш, например, в лотерею, подарок, или получил доход от сдачи в аренду недвижимого имущества или транспортного средства, они должны представить до 30 апреля 2018 года декларацию по форме 3НДФЛ. И, как я ранее говорила, данную декларацию можно подать без визита в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика. Но, правда, перед этим в личном кабинете есть такая возможность оформить электронно-цифровую подпись. Это бесплатно через сайт, там профиль в личном кабинете есть. Вы оформляете электронно-цифровую подпись, подписываете и направляете без визита в налоговый орган декларацию по форме 3НДФЛ. Ну, а что значит, что вы сказали, получил в подарок? Выигрыш, понятно, да? Выиграл в лотерею, не знаю. Машину. Ну, тотализатор. Машина. А машина в подарок? Я просто тоже в подарок от Деда Мороза получил в подарок, но не такой, наверное, дорогой. От какой суммы нужно декларировать доход? Я имею в виду подарочный. И выигрышный тоже, Наталья Сергеевна. Я вот посмотрел информацию, там вроде как раз тоже что-то с Нового года коснулось. Именно вот что касается суммы выигрыш, там до 4 тысяч вообще вроде не будет налогообложения, там до 15 тысяч минимальная ставка, потом максимальная. Поясните. Ну, я, к сожалению, тоже не могу вам сказать по процентам, да, потому что это немножко не наш профиль, не мой, так скажем. Поэтому, к сожалению, не скажу по выигрышу, не могу вам показать. Когда надо платить. Ну, а все равно, наверное, большинство граждан у нас, я имею в виду, такие налогоплательщики-то честные, да, постоянно платят, но я имею в виду, кто работает на производстве по договору, им же не нужно никаких деклараций подавать, естественно. Нет, если за них производится оплата на работы датин, то данная категория налогоплательщиков не подпадает под представление декларации. Ну, давайте предлагаю немного нам отвлечься от такой серьезной темы. Может быть, мы еще вернемся к ней, если у нас останется время. А предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет, который касается непосредственно вас, но, тем не менее, больше связан, так скажем, с проведением досуга, нежели работой. Я понимаю, какая у вас серьезная, нужная работа, но, тем не менее, находите вы время еще и плодотворно отдыхать. Давайте посмотрим видеосюжет. О пользе спорта можно говорить много. Для Михаила Лученькова и Камиля Магомедова это неотъемлемая часть жизни. С самого детства молодых людей интересовали различные виды спорта, от футбола до единоборств. На Спартакеаде налоговых органов Московской области они в одной команде и готовы продемонстрировать уровень физической подготовки в любимой игре. С самого детства в спортшколе рукопашня, бой, футбол. Футбол, борьба. Чемпионат Москвы побеждали неоднократно. Это уже девятая Спартакеада налоговых органов среди трудовых коллективов. Эта тенденция набирает оборот. Мы надеемся, что другие трудовые коллективы, других органов поддержат ее в начинании и заразятся этой историей. Мы считаем, что это объединяет наших коллег. Они знают лучше друг друга, обмениваются телефонами, контактами. Узнают, как лучше в процессе спорта обмениваются какой-то информацией. Спартакеада налоговых органов Московской области состоялась вот уже в девятый раз. Третий год с гостеприимностью участников мероприятия принимает Челковский район. Универсальный спортивный комплекс Подмосковья в этот раз собрал более 150 сотрудников налоговых инспекций, в том числе управления Московской области. Ранее были проведены отборочные туры в муниципальных образованиях, по результатам которых 13 лучших команд вышли в финал. Очень важно, что руководство налоговых органов по Московской области уделяет огромное внимание физическому состоянию своих сотрудников, потому что мы знаем специфику работы налоговых органов. Это в целом сидячая неподвижная работа. И, безусловно, самый главный результат – это здоровье. Ну вот, такая небольшая пауза, как говорится. Вы сами принимали участие в «Спартакиаде», нет? Как много сотрудников? Я просто почему-то не прозвучал в сюжете ничего про вас. Я знаю, что вы первое, второе, третье место заняли. Гости приезжие. А как мы участвовали в этом году? Возрастная категория нас освобождает от участия в «Спартакиаде». Наталья Сергеевна, я что-то слышал, что вроде предыдущие годы мы занимали там хорошие места. У нас и призовые места были, у нас ездит порядка 20-25 человек. Забирается с инспекцией, но это наши молодые спортсмены, так скажем. Спортсменки. И все ушли в декрет, поэтому первых мест нам не досталось. Понятно. Хорошо, ладно. Давайте серьезно. Но вот все равно, поскольку мероприятие проводится в нашем районе, на базе универсального спортивного комплекса Подмосковья, и районная администрация тоже принимает в этом участие. Хотелось бы узнать, а как вы взаимодействуете с нашей районной администрацией? Какую помощь она вам оказывает в вашей работе? У нас очень много совместной работы, не только с администрацией района, но и с администрацией поселений, в связи с тем, что бюджет поселений, также района, это поступление от налогов в том числе. Поэтому у нас много очень комиссий проходит, выездных мероприятий, именно по сбору налогов с физических лиц. Комиссии проводятся, вызываются юридические лица, предприниматели, имеющие задолженность. То есть работа очень разноплановая. Вы ведете какой-то рейтинг, скажем так, среди поселений более добросовестные налогоплательщики и менее добросовестные? И с чем это связано, с вашей точки зрения? Все-таки 10 поселений у нас, ну, я даже не считаю ее в виду, только 10 поселений только в районе, да? Плюс, понятно, Лосино-Петровский, Фрязин, Звездный городок. Сказать, что кто-то платит интенсивнее, кто-то нет, я бы так и не сказала. Но на уровне всех поселений, единственное, что я могла бы сказать конкретно по имущественным налогам, нас сильно беспокоит Фрянова, опять-таки, в плане транспортного налога. То есть там действительно очень много должников. На остальных поселениях, в общем-то, картина лучше. Примерно все на одном уровне? Да, примерно все на одном уровне платят. Еще один практический вопрос. Мы начали программу, наверное, с тех льгот о том, что будут списаны некоторые, многие, вернее, да, или практически все имущественные налоги выплачены до 1 января 2015 года. Но есть еще такая тоже, наверное, кто-то может этим воспользоваться. В каких случаях можно вернуть подоходный налог? Я знаю, что, например, при покупке какого-то серьезного имущества, да, дома, недвижимости. Как это делается вообще? Дом, квартира, комната, да, это имущественный налоговый вычет. Собственно, он предоставляется единожды. Если при приобретении подобного имущества можно обратиться, в следующем году обратиться налоговый орган, предоставить декларацию, документы необходимые для подтверждения права на такой вычет. Также у нас есть социальные вычеты, это вычеты на учебу и на лечение. Ну, а как вот оформить, вот я говорю, при покупке, допустим, той же квартиры или дома? Обращаюсь я в налоговую инспекцию, говорю, что я купил дом. И дальше что? Теперь я могу не платить налог какое-то время? Нет, почему? А в чем заключается тогда вот этот возврат? Это возврат подоходного налога, уплаченном налогоплательщикам, в течение года, в котором, допустим, скажем так, в течение не только этого года, в котором была приобретена квартира, но и последующих, до суммы в 2 миллиона. То есть налогоплательщик имеет право на вычет при покупке в размере 2 миллионов. То есть 260 тысяч умножить. Ну, соответственно, это все зависит от зарплаты, потому что если зарплата у человека 5 тысяч, то, соответственно, нам понятно, что он будет возвращать этот налог лет 10, пока не выберет всю сумму. А срок давности имеет, допустим, не в прошлом году купила, а 3 года назад? Нет. Неважно, когда, да? Главное, что это один раз в течение жизни, так сказать. Да, это единожды. Спасибо, очень интересный был разговор, но поскольку у меня две глости, если можно... Каждому хочу предоставить слово такое заключительное. Что бы вы хотели сказать нашим жителям, обратиться, пожелать им, ну, наверное, в наступившем новом году, тем более не забывайте, новый сезон программы «Диалог прямого эфира» открываете вы, налоговая инспекция, первый эфир в этом году. Ирина Александровна, вам слово. Я бы хотела пожелать удачи, успехов, спокойствия и всего самого наилучшего, как в личной жизни, так и во всех начинаниях, во всех делах налогоплательщиков, жителей нашего района. Спасибо. Наталья Сергеевна. Я присоединяюсь к Лениссандровне, но, конечно, в рамках работы своего отдела, конечно же, мне хотелось бы обратиться к людям, к физическим лицам. Как я уже говорила, о необходимости все-таки обращаться в налоговую инспекцию в случае наличия льгот, все-таки до массового расчета, не создавая себе тех же проблем. То есть это очередь и длительное ожидание того же ответа. Также все-таки обращать внимание на законодательство, которое устанавливается местными органами власти, потому что многие налогоплательщики, бывает, что зачастую даже и не знают, что они имеют право на какие-то послабления, льготы или вычеты. Поэтому принимательно следите. Извините, пожалуйста, можно мне еще добавить? Конечно, и даже нужно. Я хотела бы еще раз налогоплательщикам обратить внимание на открытие личного кабинета, сдачу декларации по форме 3 НДФЛ до 30 апреля 2018 года, но и уплатить налог до 15 июля 2017 года по представленной декларации. И спать спокойно, как говорится, в нашей социальной рекламе. Большое спасибо за ответ на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в студию. Я знаю, у вас сегодня сейчас очень горячая пора подведения итогов, подсчета. Тем не менее, спасибо вам огромное. Начали новый сезон, в новом году программа «Диалог». Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у меня были заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 16 по Московской области Ирина Свериденко. Всего доброго, Ирина Александровна. И начальник отдела камеральных проверок номер 3, той же самой Межрайонной инспекции номер 16, Наталья Давыдова. Спасибо, Наталья Сергеевна. Всего доброго. Была эта программа «Диалог» в эфире. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!